Наконец-то! Весьма интересный кроссовер из Поднебесной с белорусской пропиской оказался в моем распоряжении. По ряду причин я очень сильно хотел познакомиться с этой моделью и чуть позже я вам обязательно объясню почему. Ну а пока встречайте главные герои программы «Наши тесты» G.L. Atlas Pro. Почему же я так сильно хотел познакомиться именно с этой моделью? Ну, во-первых, я прозевал общий журналистский тест-драйв этого автомобиля и я хотел наверстать упущенное. Во-вторых, многие мои коллеги-журналисты, рассказывая мне про эту машину, использовали такие хвалебные эпитеты, что мне прям стало уж очень интересно. Более того, хвалебные эпитеты использовали даже те люди, которые в принципе к современным автомобилям относятся достаточно холодно. В-третьих, конечно же, это родство концерна G.L. и бренда Volvo, а это очень интересный момент. Ну и в-четвертых, это так называемая система мягкого гибрида, которая в этом автомобиле есть. Что это такое и зачем это нужно, я вам обязательно сегодня расскажу. Ну, начнем по традиции со статики. Посмотрите на этот автомобиль со всех сторон. Посмотрели? Согласитесь, назвать G.L. Atlas Pro безоговорочно самым выразительным автомобилем современности, наверное, нельзя. При этом в облике кроссовера присутствуют яркие дизайнерские штрихи, которые выигрышно выделяют модель на фоне конкурентов. Взять, например, решетку радиатора с достаточно интересными изгибами, которые, в свою очередь, являются некими фамильными чертами бренда G.L. Такую решетку радиатора уж точно ни с какой другой не спутаешь. Дизайнерское подразделение бренда под руководством Гая Бергейна знает свое дело. Тем более, в стремлении сделать автомобиль красивым, дизайнеры в стесном сотрудничестве с инженерами не забывают о практичности и функционале. Головная оптика – это не только про дизайн, но и про технологии тоже. Она светодиодная, а значит, в отличие от галогеновой, светит ярче, потребляет меньше и служит дольше. Сам производитель обещает срок службы 50 тысяч часов. Переводим на года и получаем почти 7 лет непрерывной работы. В целом, самобытный дизайн – это хорошо. А вот о вкусовых предпочтениях можно спорить долго и безрезультативно. Поэтому перекидываем внимание на практичность и комфорт. Вот. Багажник тут все плюс-минус предсказуемо. 378 литров под полкой и хорошие возможности по трансформации спинок заднего дивана. Складываем их и увеличиваем полезный объем примерно втрое. Приятно еще и то, что багажник с электроприводом. Если перевозить ничего габаритного не нужно, то сажаем на задний диван семью или друзей. Места много и его всем хватит. Да и о комфорте пассажиров второго ряда разработчики тоже позаботились. Для них тут предусмотрено два USB-порта с возможностью быстрой зарядки. Есть воздухообводы, есть подогрев, причем можно подогревать отдельно левую и правую часть дивана. Есть вот такие вот сеточки, есть крючки для одежды, есть полноценный подлокотник с двумя подстаканниками. И также здесь предусмотрена возможность смены угла наклона спинки заднего дивана. О водителе и впереди сидящем пассажире тоже позаботились. Шоферу полагаются электрорегулировки кресла и мультируль с возможностью настройки как по вылету, так и по высоте. Подогревы кресел есть у всех. Порты для зарядки гаджетов присутствуют. Беспроводная зарядка имеется. Ну и дизайнерские изыски, намекающие на страну происхождения модели, тоже на месте. Перед глазами водителя цифровая приборка высокой четкости диагональю 7 дюймов. Под правой рукой электронный селектор коробки передач. Ну а по центру консоли располагается весьма функциональный мультимедийный комплекс сенсорный с диагональю экрана 12,3 дюйма. Кстати, свайпаем сверху вниз по дисплею и попадаем в подменю, где видим весьма нужные и интересные функции. Такие, как, например, подогрев форсунок омывателей и зоны покоя стеклоочистителей. Видим россыпь ассистентов, намекающих на возможности по автономному вождению и призванные помогать водителю. Ну и настройки прочих функций для комфорта тоже тут присутствуют. Заканчивая тему с интерьером, упомяну еще о двух фишках. Это не ноу-хау, но хорошо, что они здесь есть. Первое – это фоновая подсветка. На выбор аж 42 режима. А второе – это просто огромная панорамная крыша. Все пассажиры будут довольны. Вот правда, водителю в движении некогда любоваться небом над головой. Ему можно угодить другим, а именно ездовым комфортом. А вот справились ли инженеры Geely Atlas Pro с этой задачей – сейчас расскажу. Рассказываю. Для большинства водителей первые и главные вопросы при выборе, да и обсуждении автомобилей – это вопросы, связанные с мощностью, кубатурой и прожорливостью. Так вот, под капотом этого Geely Atlas Pro спрятан бензиновый турбированный трехцилиндровый мотор 1.5, который развивает 177 лошадиных сил мощности. И, наверное, многие из вас, услышав о трехцилиндрах, невольно ухмыльнулись и фыркнули. Но не все так просто. Концерн Geely, как мне кажется, совершил, ну, очень хорошую покупку, а именно покупку бренда Volvo. И объединив свои инженерные усилия, они, по их мнению, научились создавать достаточно ходимые и ресурсные моторы. Ну, по крайней мере, сам производитель дает неплохую гарантию на свою продукцию, а именно 5 лет или 150 тысяч километров пробега. А это даже в сравнении с европейскими, японскими и корейскими конкурентами весьма неплохо. Поэтому отбрасываем все предубеждения, связанные с тремя цилиндрами. Я сам, если честно, люблю большие бензиновые атмосферные V8. И лучше концентрируемся на том, в чем преимущество и чем, собственно, сможет удивить такая силовая установка. Начнем с базы. Динамика. Без десятой доли 10 секунд до сотни с места. Не гонка, но и не совсем черепаха. Для города достаточно. Расход. Все официальные данные укладываются до 10 литров на сотню, что уже хорошо. Вас еще не отпускает фраза о трех цилиндрах? Ну, ладно, давайте я попробую вам кое-что интересное рассказать. Значит, этот мотор на 90% состоит из компонентов общих с Вольво поставщиков. А у меня была Вольво. И я знаю, какие моторы может делать этот производитель, и как тщательно они подбирают тех самых поставщиков. При качественном и своевременном уходе эти моторы весьма неприхотливы. Кстати, и коробка передач здесь имеет аж 83% компонентов от лучших мировых поставщиков. Здесь преселективный автомат с двойным сцеплением. 7-10. И это уже достаточно известная коробка на рынке. Теперь поговорим о еще одном интересном решении, так называемом мягком гибриде. По заявлению производителя, это весьма полезная функция как в городе, так и на загородных трассах. Давайте для начала о том, что вообще собой представляет эта надстройка. Фирменная 48-вольтовая система мягкого гибрида состоит из нескольких компонентов. Это электромотор, работающий независимо от ДВС. 48-вольтовый стартер-генератор, преобразователь напряжения, литий-ионная батарея, система рекуперативного торможения и, собственно, модуль управления гибридной системой. Знаете, бывает такое, что производитель рассказывает вам о каком-нибудь интересном технологическом решении. Вы слушаете, принимаете это, но прочувствовать при эксплуатации это решение не можете. Что касается вот этого мягкого гибрида, то тут вы прям чувствуете, как эта система работает. Например, в городе, когда вы подъезжаете к светофору, начинаете оттормаживаться и скорость падает ниже 15 км в час, двигатель заранее глушится. Вы проезжаете эти несколько метров на заглушенном двигателе, при этом все системы продолжают работать, останавливаетесь, стоите, пока горит красный, машина при этом заглушена. И потом, когда загорается зеленый, вы трогаетесь, и только тогда мотор включается в работу. Зачем это нужно? Понятно. Ради экономии топлива, во-первых, а во-вторых, ради дополнительного акустического комфорта. Кстати, раз я заговорил про акустический комфорт, с шумоизоляцией инженеры тоже хорошо поработали. В салоне тихо, и салон не пропускает посторонних шумов. Также инженеры хорошо продумали и вопросы, связанные с безопасностью. Тем более, что все новые модели GLE проектируются в соответствии с жесткими стандартами Volvo. Даже базовые версии Atlas Pro оснащаются шестью подушками безопасности, фронтальными, боковыми и шторками. Плюс автомобиль может держать полосу движения, имеет интеллектуальный круиз-контроль, а также имеет систему автоматического торможения. Добавим к этому умный дальний свет и систему кругового обзора. Согласитесь, весьма приличный набор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оказавшись на загородной трассе, появился повод вновь вспомнить про мягкогибридную систему. Значит, смотрите, на загородной трассе она работает тоже. Сам двигатель выдает 255 ньютон-метров крутящего момента. Работая вместе с надстройкой, крутящий момент может быть повышен до 300 ньютон-метров. То есть дополнительные 45 ньютон-метров лишними точно не будут, особенно когда речь идет об обгонах тихоходов на трассе. Как только мы нажимаем на педаль газа или тормоза, как двигатель тут же запускается и подстраивается под реальную скорость. Плюс не будем забывать и основное предназначение этой системы, а именно экономия топлива. Так вот, при движении на высоких скоростях можно двигаться накатом. Отпускаем педаль газа, двигатель глохнет, и мы преодолеваем десятки и сотни метров и не тратим при этом ни капли бензина. Кстати, тут предусмотрена возможность выбора режимов движения. Значит, есть режим спорт, оффроуд, комфорт и эко. В зависимости от выбранного режима движения подстраивается и оформление приборной панели. И раз уж я сказал, есть режим оффроуд, то не лишним будет упомянуть и то, а я совершенно забыл, что автомобиль-то у нас полноприводный. Да, здесь 4х4 интеллектуальная система полного привода. И сразу оговорюсь, этот полный привод скорее не про покорение какого-то лютого бездорожья. А этот полный привод о другом. Он о безопасности и комфорте движения. В автоматическом режиме, в зависимости от обстановки, крутящий момент может перекидываться в пропорции 50 на 50. Что до управляемости, то Geely Atlas Pro меня приятно удивил. Я никогда не ездил за рулем китайского автомобиля, который бы так хорошо управлялся. Это действительно так. Машина очень послушная, причем вне зависимости от скорости движения. И начинаешь задумываться, а как оно такое вообще возможно? То есть обычно китайские автомобили не славятся информативностью на руле. А здесь все на самом деле очень даже и просто. Дело в том, что концерну Geely принадлежит также и бренд Lotus. Помните такие британские спорткары? Разумеется, инженеры этого бренда, они не понаслышке знают, как нужно настраивать подвеску, чтобы автомобиль хорошо держал дорогу. Причем здесь получилась такая некая спортивная управляемость с нормальным повседневным ездовым комфортом. То есть в принципе подвеска неплохо отрабатывает все неровности, при этом в поворотах нет каких-то слишком больших кренов. То есть машина как будто прилипла к дороге, и вы просто полностью контролируете происходящее вокруг. Это действительно очень радует, потому что инженеры потрудились на славу. В нынешних реалиях по соотношению цена-качество Geely Atlas Pro весьма неплохое предложение. Моноприводное исполнение комфорта оценено в 2 миллиона 308 тысяч 900 рублей. Топовое флэкшип плюс 2 миллиона 828 тысяч 990 рублей. Это специальные цены с учетом всех возможных выгод. А что уж сверху накрутят дилеры, это, конечно, вопрос риторический. В итоге сегодня я получил подтверждение словам своих коллег, которым машина понравилась. Да, мне этот кроссовер понравился тоже. Есть, конечно же, мелкие придирки, но они не носят характер фундаментальных проблем. Все узлы и функции отлично взаимодействуют и дополняют друг друга. Автомобиль получился достаточно собранным, и нет ощущения того, что каждый из компонентов разрабатывался и собирался в разных гаражах. При таких слагаемых есть все предпосылки того, что эту модель ждет рыночный успех. Ну а на этом у меня на сегодня все. Оставайтесь с нами, скоро увидимся. Пока.